всем привет вы наверно все меня помните меня зовут аня а ты возьми с другой стороны это косач косая посмотри на меня на машу кто это касать до большой тяжелый держи и на машу смотри мам возьми на машу так нести на кухню да что сделать показать что показать там они еще не птичку на кухню бери птичку неси на кухню ничего себе давай давай щука схватила аня щуку почти поймала ахахахаха заснял щуку да круто молодец о хорош красавица у некоторых возникает вопрос что делать если что произойдет если винтовку оставить на палящем солнце в машине вам же всем известно то что воздух при нагревании расширяется а в замкнутом объеме давление в нем повышается сегодня мы узнаем для этого эксперимента нам понадобится стандартный резервуар от лешего газовая горелка и пирометр пирометр если кто не знает нужен ли того чтобы измерять температуру на расстоянии и так приступим включила пирометр луч уже направлен на резервуар сейчас я зажгу газовую горелку мы отойдем на безопасное расстояние так мы отводим смотрим что же произойдет с нашим резервуаром загнется он или нет надпидаем задпидаем Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы просидели в машине полчаса, ну, наверное, за полчаса уже либо весь газ вытекли, либо уже безопасно. Сейчас мы пойдем посмотрим, что же произошло. Продолжение следует... Так, на манометре температура 60-75. И так, сон еще горячий. А манометр не включается. Похоже, была разгерметизация, резинки либо плавились, но мы не слышали, потому что сидели в машине. Мы сейчас поедем в цех, посмотрим, есть ли давление в резервуаре. Итак, резервуар еще теплый, а манометр, увы, расплавился. А по-моему, не расплавился, а просто сломался. Ну, ладно, сейчас мы проверим, есть давление или нету. Нету. Но мне все-таки интересно, что же внутри. Я сейчас проверю. С резинкой все нормально. Проверим другую. Клапану-то, похоже, капут. Проверим, что же там. Все-таки резинка немножко подплавилась. И с этой резинкой все нормально. Так, как вы видите, ничего страшного с вашим резервуаром не произойдет. Только если расплавится резинка или клапан. Как видите, это клапан, который мы пытались взорвать. А это нормальный клапан. В общем, вы можете смело оставлять свои винтовки в машине.